Продолжение следует... 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 либо он сломает дивергенцию, сделает тройную и дойдет все-таки до 96.72, но потом, скорее всего, все равно вверх. Вопрос в том, сейчас или с маленьким проседанием все равно наверх. Поэтому, если он кверху потянется, то евро с фунтом развернутся вниз, соответственно, а швейцарец с японцем кверху. Как раз под эти коррекции сейчас вместе посмотрим. Евро на днях никаких новых данных нам не дает, потому что достаточно широкий диапазон. Когда он сделает новый максимум, тогда мы перенесенный 1.1 поставим на новый максимум, тогда можно будет уже о чем-то рассуждать. Сейчас пока особого смысла нет. Так, вижу, появились сообщения в чате. Поздравляю всех милых дам с праздником 8 марта. Всем желаю много счастья, любви, гармонии, здоровья, красоты, много подарков, букетов, цветов, больших профитов и на Форексе удачных торгов. Ну, полностью присоединяюсь к поздравлению. А мы переходим на евро-доллар на часы. Вчера был пробит перенесенный 1.1, то есть сделка против тренда предлагалась. Но осциллятор запрещал, поэтому, я думаю, особо большого желания становиться в этом моменте не было. Возможно, те, кто заходили от нижней части на 15 минутках, вот этот кусочек урвали, но на часах тут особо ничего не возьмешь. Но вот сейчас конкретно интересно. Почему? Потому что, во-первых, подошли к углу замедления. Если евро действительно соберется идти вниз, то она пойдет сегодня-завтра. И эта дивергенция как раз первая ласточка того, что это возможно. Поэтому ждем движения вниз, и было бы неплохо, чтобы он обновил минимум. Но мы сейчас уже можем максимум переносить, пока я строил у нас данные еще не были обновлены. То есть у нас пока что ситуация вот такая. Было бы неплохо, если бы он ударил вниз и сразу же пробил вот этот минимум. Тогда евро действительно пойдет вниз. То есть если же нет, у нас начнется вот этот вот сужающийся диапазон, который потом, в принципе, можно будет перерисовать с классической точки зрения в треугольник. Но треугольник – это одна из самых моих нелюбимых фигур графического анализа. Потому что, во-первых, имеет срок годности. Во-вторых, может пробиться вверх, может пробиться вниз. То есть от нее ни тепло, ни холодно, по большому счету. То есть точно так же, как 50 на 50 рынок пойдет либо вверх, либо вниз. То же самое с треугольником. Теперь посмотрим на фунт стерлингов. Фунт стерлингов тоже, как и евро, вчера дал импульс наверх. Но в основном его удобно было забирать с более маленького таймфрейма. Потому что основной сигнал был на нем поздновато. Плюс еще, когда он уже был дан, осциллятор сделки запрещал. Сейчас перенесли углы и работаем точно так же. То есть сейчас краткосрочное восходящее движение наверх пошло ввиду того, что мы видели ослабление доллара вот здесь. Если это ослабление доллара закончится, то и рост фунта, и евро тоже прекратятся. И он начнет заворачиваться ближе сюда. Поэтому на всякий случай за реверсом смотрим. Если он будет пробит, то будут первые сигналы уже в сторону основного движения, которые будут. Так, швейцарский франк. Вот мы с вами рассматривали вчера, когда реверс был вот здесь. И говорили, что лучше покупки не рассматривать, потому что расстояние до цели будет очень маленьким по сравнению со стоп-лозом. Вот он как раз до основного угла дошел. И благополучно там сдох. Так что, надеюсь, здесь никто шишку себе не набил. А мы как раз сейчас являемся свидетелями того, что пробивается перенесенный 1.1. И предлагается сделка против основного тренда. То есть, на маленьком таймфрейме это сделать, в принципе, можно. Только учтите, что это будет буквально 1-2 свечки, потому что сейчас уже вырисовывается диверс. То есть, он может вот так вот здесь сходить, там тень хорошего нарисовать, там тенью вам профит зацепить. И потом благополучно вернуться и опять начать вот так вот туда-сюда ходить. По японской иене. Вчера был откат назад. Мы с вами рисовали вот так, да? То есть, было все. Обсуждали, куда пойдет. Ну, в данном случае пошел вниз. Тут в основном только те, кто торгует на маленьких таймфреймах, могли что-либо забрать. Япония может еще, в принципе, приподняться. Особенно, если доллар начнет чувствовать себя лучше. Плюс, напоминаю, что они достаточно часто вмешиваются в развитие событий и все грозились доллар-иену курс приподнять наверх. Поэтому это вполне, вполне возможно. Ну, в крайнем случае он может отойти к ближайшему углу. Как раз он находится еще рядом с ближайшим минимумом. Потом оттуда еще раз попытаться сходить наверх. Так, вижу, еще пошли сообщения. Вчера забрал фунта после аналитики на продажу. Потом на покупку. Сейчас по фунту стою на продажу с макушки. Ну, отлично. Так, посмотрим, какого варианта. Ну, фактически здесь уже можно даже стопик будет скоро переносить. Если сейчас начнется вот это падение, после излома линии ГАНа можно будет даже стопик перенести. Так, иену посмотрели. Следующий австралиец. Австралиец. Все ждем, когда он начнет падать. Пока что вот это вот падение завершилось, видно, да, по осциллятору. Вот. Погану никаких построений пока не делаю, потому что сейчас мы их построим, и буквально через несколько дней, скорее всего, все изменится. Поэтому пока что пользуемся классическими рассуждениями. Если сейчас здесь следующий максимум не дойдет до этого, у нас будет неудавшийся размах, и с классической точки зрения по неудавшемуся размаху будем работать. Потому что, ну, не может долго такое движение продолжаться, коррекция какая-то все равно должна быть. Рано или поздно. Вот будем стараться эту коррекцию и поймать. То есть, либо там голова с плечами, либо неудавшийся размах, либо кратные вершины, что-нибудь наверняка там вылезет в итоге. Вот будем его ждать. Пока что трогать его не будем. На новозеландце немножко проще. Был зажат между двумя перенесенными углами. Бился, бился, так никуда и не ушел. Вот. Сейчас ситуация абсолютно аналогичная. Больше всего все будет зависеть от того, как себя доллар будет чувствовать. Вот. Входим только с пробития. Ну, так как у него доллар стоит в знаменателе, скорее всего, будет входить аналогично с всеми обратными котировками. Ну, в определенных пропорциях, естественно. Так, теперь переходим на квадраты. Еврик вчера по времени в 16.40 фактически идеально образовал минимум в расчетное время и улетел наверх. Даже чуть-чуть дальше, чем ожидалось. То есть, ждали через один наверх, как обычно, да, но чуть-чуть вперед убежал. Вот. Вопрос, что будет происходить сейчас. В идеале, чтобы он чуть-чуть приподнялся, нарисовав более красивую дивергенцию, уперся в 1.10456 и оттуда пополз вниз. В идеале, чтобы это было не просто в какой-то конкретный момент, да, вот как или здесь, или здесь, или здесь. А чтобы он медленно рос сегодня до, там, 22.40 и потом оттуда улетел вниз. Это был бы идеальный сигнал, но я думаю, весь день он вряд ли будет слабо так расти. Поэтому внимательно следите за образованием экстремума до этого момента. Если он вырастет и сделает четкую дивергенцию с какой-нибудь длинной тенью вверх, там, с падающей звездой, например, да, то после нее вполне возможно начнется падение и к нему можно будет присоединяться на 1.10.097. Особо любители такой агрессивной торговли можно чуть-чуть ниже 1.10456 селлимит поставить, чтобы прямо с макушки попробовать его поймать. Вот, остальные проще присоединиться чуть-чуть ниже 1.10.097. Вопрос, куда упадет, да, по сути туда же и упадет, откуда вырастал. То есть через 1 вниз, это на 1.09.38 в пределах сегодняшнего дня. Потом может быть и больше, но как раз посмотрим, что будет происходить с долларом. Если доллар начнет укрепляться, то может быть и дальше утащится. Евро на 15 минутках, как раз после окончания аналитики, внимательно, как раз он этот максимум может быть пойдет делать до 12 часов. Даже не до 12, я сейчас чуть поближе поставим, до 12.15. То есть тут вот отсюда может начать расти, до 12.15 сделать максимум и оттуда начать падать. Поэтому у кого времени достаточно свободного для того, чтобы за такими маленькими колебаниями смотреть, можете в промежуток где-то между 8 и 12 часами посмотреть. Ну, лучше ближе к 12 часам. Сейчас радикально вряд ли что-то поменяется. А вот в 12 часов этот экстремум вполне может быть. И вот тогда будет более удобная точка для входа. Фунт стерлингов сейчас, по сути, со вчерашнего дня особо сильно уже никуда не дергался. Но если доллар действительно собирается укрепляться в ближайшем будущем, то после пробития вниз 1.42.363 открывается перспектива на падение на 1.41.594. Если пробиваться не будет, то лучше, конечно, подождать. Время, по сути, такое же, как и у евро-доллара. То есть до конца сегодняшнего дня, до 22.40. Если его по каким-то причинам вдруг потянет наверх, то рассматривать по пупке стоит только после 1.42.748. Но, как всегда, через один уровень значение у вас, соответственно, наится. На 15 минутках, вот, фактически, прямо сейчас начинается формирование. Да уже не начинается, а уже, по сути, он сформировал этот минимум, да, как по времени, так и по осциллятору он его показал. Поэтому какой-то малюсенький рост, там, буквально в пределах, там, может быть, 15 или 20 пунктов он может себе позволить. Но это глобально ничего не поменит. Ну, вот, 18 пунктов он может вырасти, там, где-то до 13 часов. Вот, плюс, насколько я помню, у нас новости какие-то там были в 12-15 по времени GMT плюс 3. То есть, как раз, примерно во время выступления Марка Карни, там, плюс, минус, получается, час, да, получается, у нас может образоваться экстрема. То есть, мы по расчетному значению попали в область выхода новостей. Поэтому в 12-15 по GMT плюс 3 посматривайте на фунта. Краткосрочникам будет интересно после выхода новостей. Если новости совпадут с расчетными данными, это вполне будет неплохим поводом для того, чтобы искать точки входа на один день, то есть, на текущий, на сегодняшний. Теперь швейцарский франк. Вчера тоже идеальный разворот по времени. Чуть-чуть не дотянул, чтобы было идеально и по времени, и по цене. Сейчас идет откат назад. Интересно, караулил кто-нибудь вчера, подловили вот этого швейцарца по времени или нет. Если кто-нибудь есть из тех, кто поймал, то плюсики напишите в чате. Интересно. Сейчас идет дивергенция. Дивергенция может вполне локально развернуть это движение, но он просто по инерции может сходить. Сейчас на 99-112. Поэтому те, кто на макушке заходили, передвигайте стоп. Просто за ценой, пока вас не выбьет уже в плюсе. А потом будет небольшой откат в рамках сегодняшнего дня к ближайшему уровню 0,99,448. Но глобально это никак не повлияет. В основном будем еще отталкиваться от времени. В последний месяц, наверное, швейцарец по отработке по времени очень сильно радует. 15-ти минутки по швейцарцу и поене покажу чуть-чуть позже. Так, вот вижу, Сергей забрал. Швейцарца, отлично. Спасибо за информацию. Японская иена. Так, и Михаил тоже забрал. Замечательно. Значит, не зря рассматривали вчера. Сейчас откатилась иена практически к 113,281. Вот, но падение для нее, именно расчетное, вполне допустимо. Чуть-чуть ниже, чем было до 112,651. И где-то в районе 17,40, когда на рынке уже будут американцы, вполне возможно образование нового экстремума. Как это может происходить? Если он сейчас падать не собирается, будет как-то расти, то вполне возможно будет образован максимум, он еще раз сходит вниз. Вот, если же иена будет вести себя более агрессивно и постарается еще раз упасть, то вполне возможно в это время будет образован, соответственно, минимум. Это будет нам более интересно, потому что все-таки во всех СМИ кричали, что иена вроде как собираются двигать наверх. Тогда будет неплохой вариант для входа на покупки. Цель, соответственно, через один уровень, как минимум на 113,701. А стопики будут, по сути, небольшие. Поэтому данный расклад вполне интересен тем, кто любит торговать на иене. Так что смотрите внимательно на начало торговли американцев в 17.40 по времени мета-трейдер. Так, австралиец. Австралиец вот прямо сейчас конкретно стоит на цене и на времени. Поэтому у нас даже еще осциллятор показывает, чтобы падение закончилось. Вот австралиец может в течение вот этого часа, который идет сейчас, и следующего часа образовать минимум, он по сути уже практически есть, да, сходить наверх, нарисовать вот эту маленькую макушку, да, и сделать неудавшийся размах и потом пойти вниз. Если же этого не произойдет через 1 час и 40 минут, то ищем пробой, да, уровня 0,74,119. И вполне возможно, что он тогда сходит вниз и потом уже будет рисовать максимум, который будет ниже вот этого. Просто это будет более большой масштаб движения, с которого мы потом по классической фигуре сможем вытащить еще больше прибыли. Так что вот ближайшие полтора часа, кто любит австралийца, будьте повнимательнее. Так, новозеландец тоже уровень по времени. Следим за текущим часом. Если он станет большой бычьей свечой, то вполне возможно небольшой откатик наверх. Особо для покупок его рассматривать смысла нет, потому что, ну, примерно один к одному соотношение прибыли-убыток. А вот если он пойдет наверх и остановится опять на 0,67, 986, вот оттуда будет уже удобно продавать локально в течение одного дня. И тогда потенциальное движение у вас уже будет вот такое вот. где-то в районе 52 пунктов. Ну, грубо говоря, где-то 45 можно будет забрать. Поэтому, если будет разворот, рост пропускаем, а оттуда откат назад с высокой вероятностью может произойти, и его в карманчик можно будет положить. Так, следующий канадец. Канадец по времени вчера отлично развернулся, пошел вниз, как раз через один, идеально взял цель, и сейчас опять отходит назад. Вопрос, что с ним делать дальше? То есть, если нефть продолжит укрепляться, то сейчас ждем, когда эта коррекция закончится. В идеале, чтобы он чуть-чуть приподнялся к 1,33,495, тогда можно будет его с маленьким стопиком опять продать. Если же нет, то не настолько плохая ситуация по сравнению с предыдущей, но просто немножко более большой стопик, немножко более меньший и тейк профит получится, ну, в соотношении со стопом. Тогда рассматриваем падение после 1,33,155. Цель, как всегда, через один, то есть, хоп, вот сюда, на 1,32,306. Вопрос, до каких пор? До 22.00, 8 марта 2016 года, то есть, сегодня, до 22.00 по времени метатрейдера. Но опять же, всегда всем, кто торгует по канадцу, одним глазом смотреть на курс нефти, потому что данная валюта очень сильно привязана к рынку углеводородов. Золото. Там, по сути, ничего интересного на часах на золоте нет, а то, что на днях интересно на золоте, оно еще пока что полностью себя не зарекомендовало. В ближайшее время у вас все посчитано. На часах пока золото, на мой взгляд, особо трогать смысла нет. Был красивый рост, но в последнее время его вот эти вот дергания особо, кроме как подействовать на нервы, ничего другое дать не могут. Если посмотреть на более маленьких таймфреймах, здесь все немножко поинтереснее, потому что уже эти колебания более четко распределяются между уровнями, но все равно, как видите, у нас было два серьезных максимума и минимума, которые останавливались почти четко на расчетном уровне, и с тех пор он так никуда и не вышел, ни вверх, ни вниз. Поэтому на сегодня у нас остается буквально в конце аналитики в 8.45 по времени мета-трейдера один временной уровень, и на сегодня еще 14.45 и 20.45 соответственно. Желательно, чтобы золото, если собралось расти, ушло за 1272-320, тогда у нас открывается потенциал роста, как всегда, через один вот сюда, на 1285-107, с промежуточной остановкой на 1277-800. Если он здесь сделает любую свечную конфигурацию или просто ложный пробой уровня, сразу забираем прибыль и уходим, потому что промежуточная цель должна быть пройдена сразу. То есть и хорошая быча свеча с большим телом должна закрыться за этим уровнем. Если же какая-то маленькая свечка еле-еле, какой-то бумажный зонтик дополз до этого значения, то ту прибыль, которую взяли, забрали и ушли. Все. Если рассматриваем падение, то падение рассматриваем только после 1261-360. Но ввиду того, что золото стало в последнее время смотреть наверх, продажи как-то немножко страстновато мне лично рассматривать. Поэтому здесь уже как бы на свой страх и риск. Я знаю, есть любители золота среди вас, поэтому отговаривать не буду, но просто будьте более внимательны, чем обычно. Дальше австралиец на днях. Началось вот это вот коррекционное движение. Я думаю, что обращать внимание на него мы уже до конца недели не будем. Поэтому пока что будем ждать, чем же закончится коррекция. Может быть, это начало новой модели для роста. Но пока что угадыванием мы заниматься с вами не будем. Подождем. У него еще есть время, по сути, до 6-го, 0-4-го. Это следующее время. Предыдущее отработалось, по сути, идеально. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, мы как раз этим временем засечем максимум. Так, вижу, появилось еще одно сообщение. Александр пишет, золото стремится перейти в линию. Ну, может быть. Так, Михаил. Фунт и евро нарисовали паттерн-флаг. Индекс доллара нарисовал перевернутый флаг. И его ниже 0,97 не пускают. Не стоит на мощной поддержке. Возможен отскок и рост доллара. Ну, фактически мы в этом, в начале мероприятия, это рассматривали. Где здесь у нас? Давайте чуть назад вернемся. Вот, ну, особенно явно это видно на фунте. Да, то есть, вот он. Я думаю, даже без нарисовки видно. Вот. Черенок, да, от флага, да, и потом флаг поднимут еще на середину. В том случае, если он действительно собрался идти дальше, наверх. Если же этот флажок сломается, и доллар станет укрепляться, то в этом случае он должен отойти, ну, как минимум, до вот этого значения, чтобы потом формировать неудавшийся размах. Но это уже будет, по сути, завтра. А если смотреть на индекс доллара, его могут еще уронить до 96.72. Так. Так, 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 мы остановились на Австралии. На золоте. Так, золото тоже было. 15-ти минутки дни, поэтому так, вот, золото на днях. Хорошо бы дождаться коррекции для того, чтобы отдельно начать считать следующие уровни для потенциального роста, но пока что он коррекцию глубокую не нарисовал для вот этого восхождения. Чуть-чуть еще пока подождем. Вот, дивергенция еще пока что актуальна, которую мы нарисовали. Поэтому вспомогательные значения, чтобы, в общем, знать ситуацию по дням, нам пока что недостаточно. Ну, рубль смотреть сейчас смысла нет. У нас 8 марта ничего не торгуется. Вот, вполне возможно, что если нефть изменится за сегодня как-то сильно, то завтра рубль гэпнется. Ну, это уже будем обсуждать завтра. Нефть. Вот, ждем, когда эта коррекция все-таки закончится. Она, что важно, приподнялась выше, чем значение 39, то есть даже до 40 уже дошла. Вот, все-таки ограничение объемов добычи плюс сокращение этих добычей явно повлияли на количество нефти на рынке. За счет этого цена, естественно, приподнялась. У нас уже 4 точки есть. Осталось дождаться, когда же уже эта коррекция будет, чтобы считать новую модель. Вот, как только будет, вот это все удалим и посчитаем заново. Пока что оставляем все так, как есть, но вполне возможно, что вот если будет небольшое коррекционное движение вниз, нам будет достаточно двух черных свечек. То есть, вот сегодняшний день и завтрашний. То есть, сегодня у нас вторник, завтра среда. По идее, при самых таких хороших вариантах развития событий, в четверг мы уже сможем считать уровни для нефти на рост. Так, по китайцам. Дивергенция немножко оттолкнула наверх. Получили падающую звезду. Сейчас ждем, будет ли она дальше падать вниз. Можно смотреть или на более маленьких таймфреймах, или после обновления минимума, соответственно, дальше на низ. Цели тоже у вас есть. Так, Алексей, большое спасибо за обзор. Мне пора сегодня много дел. Всем удачи и гармонии в отношениях. Ну, взаимно. Ждем тогда вас завтра тоже на обзоре в 9 часов. Нефть. Уровни у вас есть. Я сильно сомневаюсь, что есть желающие поторговать на нефти на маленьких таймфреймах. На всякий случай я вам уровни сделал. Поэтому чисто для галочки оставляю их. Так, Boeing тоже пока что пропускаем. И так как меня просили, у меня времени хватило. Я сегодня тоже посчитал. 15 минутки для швейцарского франка. Внимательно в 9 часов по времени метатрейдера может быть маленький откатик назад. Это в основном для скальперов интересно. И на иене. По сути, она вот уже отбилась от уровня. И может попытаться чуть-чуть упасть. Это то, что мы с вами обсуждали буквально 15 минутами раньше. Поэтому может быть падение, вот буквально на то же значение, до которого она падала вчера, до 112.834. Как раз будет неудавшийся размах. И если ЦБ действительно собирается ее подтащить наверх, то как раз это будет самое время на то, чтобы туда ее вытянуть. Так, ну вот собственно и все. Мы как-то сегодня прям в полчаса даже уложились. Прямо быстро. Если какие-то вопросы возникают, особенно если есть вновь прибывшие, то пожалуйста не стесняйтесь, пишите в чат. Если в чат писать не можете, значит вы либо не авторизовались у нас на сайте, либо у вас еще нет аккаунта, да, или личного кабинета, если по-русски, да. То самое время зайти на сайт, зарегистрироваться и в дальнейшем уже участвовать в наших диалогах. Потому что я всегда говорил, что приветствую обратную связь. Если есть альтернативное мнение, подтвержденное рассуждениями или аргументами, пожалуйста, пишите его в чат. Потому что когда долго пользуешься одним методом, он как-то уже приедается, да. То есть в результате начинаешь мыслить шаблоны. Всегда альтернативное мнение было интересно выслушать. Так что, пожалуйста, если есть желание высказаться, пишите. А я сейчас выключу мета-трейдер и сгенерирую вам для скачивания ссылку. Чтобы все эти линии, все эти уровни не нужно было запоминать или перерисовывать, или делать там скриншоты или какую-нибудь другую аналогичную угадку. Так, файл будет называться «Архив 08.03.2016». Сейчас подгружу новые данные. Так, архив готов. Сейчас закину на диск. Сейчас. Вот и все. Опять. Продолжение следует... Так, пусть мне так пока будет, на всякий случай. Так, всё готово. Можете скачивать. Сейчас посмотрю, что написали в чате за это время. Так, Константин пишет, фунт-доллар немного подробнее, пожалуйста. Так, сейчас посмотрим, дочитаю до конца. Можно квадраты канадца и австралийца показать, только зашёл. Сейчас перелистнём. Так, добрый день, в архиве можно посмотреть этот обзор. Ну, буквально после того, как мы с вами завершим общаться, я в течение 30 или 40 минут один экземпляр закачаю на YouTube, другой появится в нашей группе ВКонтакте. Поэтому, если захотите посмотреть повтор или сегодняшнего, там, или за месяц раньше, то, что был, пожалуйста, смотрите. Так, где можно взять теорию расчётов, спрашивает Андрей. Ну, начинать вообще работу в плоскости лучше всего с книжки Джеймс Хержек «Модель цена и время». Именно сам квадрат там упоминается не особо подробно, вскользь, можно сказать. Но сам подход к тому, что есть отдельная величина времени, отдельная шкала цены, есть средний шаг времени, средний шаг цены, как они соотносятся, когда зарождается тренд, что цена может опередить время, что время может опередить цену, потом, как они опять сравнивают свои скорости и так далее. Все вот эти моменты, они больше завязаны там на углах Ганна, но именно, чтобы в голове всё правильно сложилось, начинать лучше именно с Хержека. Книжка далеко не самая хорошая, но, тем не менее, на начальном этапе хорошо поможет. Потом можете посмотреть ещё Патрик Микула, если найдёте. Там как раз расчёты по квадрату девяти она называется. Официально в России не издавалось, но, насколько я знаю, любительские переводы точно есть. Так, а теперь просили фунта, австралийца и новозеландца посмотреть квадраты. Ну, давайте сначала с фунта начнём. Фунт вот сейчас конкретно трогать не надо, да, потому что, по сути, рост уже был недавно. Флаг, я думаю, все видят без меня. Вот, поэтому вопрос в том, будет ли он этот флаг отрабатывать, потому что видели, что на индексе доллара двойная дивергенция, которая может его вверх потянуть. Если индекс доллара потянет наверх, то никакого флага здесь в отработке не будет, или будет, но тот, который в клин превратится. То есть, например, он вот так вот вырастет, в результате получится клин разворотный, думаю, тоже видите. И потом после него, как раз в районе 22.00, это всё рухнет вниз. Поэтому очень внимательно за ним смотрите. Но тем, кто торгует осторожно, внимательно смотрите, зайдёт он за цену 1.42.363 или нет. Если зайдёт, то у вас будет потенциал падения до того же значения, которое было, до 1.41.594. И внимательно сегодня в конце дня, в 22.40 следующее время. Если бы на более маленьком таймфрейме, вот уже вот это падение немножко началось, то, что мы с вами смотрели, он приподнялся до 1.42.529, сейчас идёт вниз. Если уйдёт за вот этот уровень, будет первая ласточка на падение. Но падение небольшое, там оно буквально кот наплакал. Для скальперов интересно, для всех остальных не особо. Там 25.8 пульта. Потому что, видите, на осцилляторе уже показывает, что этот импульс маленький заканчивается. У вас есть ещё два времени на сегодня. Это 13.00 и 19.00 часов. Те, кто спрашивали про австралийца и про новозеландца, здесь надо посмотреть лучше на квадратах. По австралийцу и по новозеландцу в течение, ну, уже не час сорок, уже час девятнадцать остался. В течение часа девятнадцати минут ближайших может образоваться минимум. Как здесь видите, да, так и здесь. Поэтому этот минимум, скорее всего, развернёт движение кверху, да, или до ближайшего уровня, или через один. Но расстояния здесь не особо большие. Плюс ко всему, после такого стремительного роста, вполне вероятно, что будет коррекция более глубокая. Поэтому вот этот рост лучше пропустить. А если будет остановка вот на том же новозеландце около 67.986, это будет очень хорошим вариантом для продажи с маленькими стопами. К тому же уже, видите, один раз ударил, не получилось, второй раз ударил, не получилось. Если это будет третий раз ударил, не получилось, то, как минимум, к предыдущему минимуму он убежит. 0.67459. Так, Патрик Микула, повторите, пожалуйста, название. Если я не ошибаюсь, там несколько названий существуют, потому что вольный перевод. Расчёты по квадрату девяти или квадрат Ганна, там вот такое, поищите. Но если введёте Патрик Микула и Ганна, я думаю, найдёте в Яндексе. Потому что в бумаге вы её точно не найдёте. Если и найдёте, то именно в оригинале. У нас она на русском языке официально, эта книжка не существует. Так, можно ли послушать ваш курс очно? Ну, по сути, сейчас мы не на курсе, а на обзоре простом. Вот, а именно сам курс по квадрату я потихоньку составляю, но это требует достаточно большого количества времени, чтобы сделать это не особо заумно, чтобы это было максимально просто для воспринимающих информацию. Плюс есть ещё достаточно много семинаров других, которые читают. Так, канадец ещё чуть не забыл. Вот, канадец сейчас идёт рост после начала коррекции идёт рост. Падение по времени отработалось идеально. Да, вот, с чего оно и началось в 16 часов, остановился на 1.32.816. Сейчас было бы неплохо, чтобы канадца ещё протащила до 1.33.495, и там он остановился. И оттуда снова вниз через 1, то есть на тот же самый уровень может упасть, или может быть даже дальше на 1.32.306. Если же не произойдёт, тогда входить вниз можно будет только после пробития вниз 1.33.155, вот этого первого фиолетового уровня, но тогда, соответственно, соотношение прибыли-быток будет чуть-чуть похуже. Поэтому в идеале, чтобы он ещё чуть-чуть приподнялся, вы тогда практически там со стопами в 20 или в 30 пунктов сможете заходить, и очень внимательно со следующим временем, это 22.00 сегодня. То есть, если будете входить в продажу, желательно в это время быть уже в плюсе. Так, ну вот, вроде как, всё. Если ещё какие-то вопросы есть, то пишите. Давайте ещё минутку подожду. Так, ну, вроде как, всем всё понятно, да? Да, замечательно. Ну, надеюсь, к концу недели уже все похвастаетесь, как много прибыли срубили на этой неделе. Помним, что сегодня нас ещё ждёт через 2.5 часа новости по Британии и примерно через 3 часа ВВП по Евросоюзу. Поэтому, кто торгует на фунтики и на евро, будьте особо внимательны сегодня. Ну, ещё раз, женский состав поздравляю с 8 марта, всем хорошо отдохнуть в этот праздник, и встречаемся завтра в это же самое время на этом же самом семинаре. Всем удачи и попутного тренда. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok